Слава Богу! И быть верными во всем. Я сегодня хотел говорить на одну тему такую, называется искренность, и чтобы мы были искренние, откровенные люди. Знаете, очень легко общаться с детьми, и очень интересно, потому что они очень искренние, открытые. Я имею маленьких братьев и сестричек, и с ними можно часами говорить, любые вопросы спрашиваешь, они интересно отвечают, потому что все, что внутри, они ничего не скрывают, а все говорят. И знаете, как важно, чтобы мы также были эти искренние люди, чтобы у нас внутри было хорошее, чтобы мы могли также делиться с другими, чтобы мы не скрывали, а были открытые люди. Знаете, когда взрослеют люди, мы в этой жизни, особенно в Америке, люди становятся очень разные на работе, они одни в школе, другие дома, другие в церкви, другие. И порой трудно узнать человека, кто он есть на самом деле, даже, или что он проходит, спрашиваешь, как дела все, отвечают всегда, good, хорошо. И порой мы ходим вокруг людей годами, и мы не знаем, что они проходят, чем они дышат. И знаете, как важно, чтобы мы не были такие люди, которые разные везде, с которыми трудно поговорить, потому что что-то скрывается. Но как важно, чтобы мы были искренние люди. И я хотел один пример рассказать, еще я его помню с воскресной школы, но он хороший имеет смысл. В этом примере одни поехали, брат с сестрой, поехали до своей бабушки, и они были там, у него были кури, и одному хлопчику нравилось кидать камни в курей, потому что они все там прыгали, там кто пробовал текать быстро. Ему это было очень забавно, он всегда кидал камни, и кури всегда бегали там, но ему бабушка говорит, внучок, не кидай, а то может в курочку попасть. Но он это любил делать и продолжал делать, когда бабушка не видела, и он один раз кинул камень, и камень попал курочке в голову, и курочка умерла. И он, чтобы никто не увидел, чтобы бабушка не узнала, закопал эту курочку и смыл следы. Но была одна проблема, что его сестра увидела, и она увидела, и видит, что она может использовать своего брата. И всегда, когда ей надо было мыть посуду или гарвич выносить, она всегда говорила, если не сделаешь за меня, то я бабушке расскажу. И всегда что-то она, она должна была делать, она всегда его заставляла там посуду мыть, гарвич выносить, заметать. Но этому хлопчику уже надоело это делать всегда за сестрой, и он решил признаться с бабушкой, чтобы уже, кто думает, так всю жизнь буду делать все за свою сестру. И пошел он бабушке и рассказал ей, и та бабушка говорит, знаешь, внучок, я смотрела с окна, я все видела, как ты кидал камушек и в курочку попал. Я ждал, покуда ты придешь и признайся, я видела, как ты все делаешь за сестричкой, я хотела посмотреть, как долго тебя возьмет, чтобы ты пришел и попросил прощения. И она его не наказала, он покаялся и уже больше за сестричку не делал ничего. И знаете, бывает порой в нашей жизни очень похоже, мы идем за Господом, и порой мы, бывает, согрешаем, и знаете, порой нам бывает трудно прийти к Господу с искренним сердцем, прийти к Нему, как есть, и признаться в том, что мы виновны при Нем, прийти к Нему с раскаянным сердцем. И знаете, порой мы часто несем эти тягар, очень тяжело нам, и мы носим это бремя в нашей душе, нам тяжело. Мы порой делаем другие вещи, чтобы как-то заглушить нашу совесть, чтобы нам не было тяжело. Но знаете, Господь, Он все видит, Он все знает, перед Ним не надо оправдываться, Он знает все наше сердце. И как важно, чтобы мы приходили с искренним сердцем к Нему, и Господь, Он будет слышать, Он будет отвечать, Он будет нас делать свободными. И знаете, как этот маленький мальчик, Он пришел, признался, и потом Ему стало намного легче. Так и в нашей духовной жизни, если мы будем открыты пред Господом, приходить к Нему с искренним сердцем, то Господь, Он будет слышать и отвечать нам. И как здесь написано, Евреям, 10 глава, 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести, и мы в тело водой чистой, будем держаться исповедания, упования, неуклона, ибо верен обещавший». Здесь написано, чтобы мы приходили к Богу с искренним сердцем, и Господь, Он верен обещанию, Он верен, Он будет отвечать нам, Он будет истелять наши сердца, прощать. Только главное, чтобы мы приходили к Нему с искренним сердцем. И мы знаем, например, с Давидом. Давид, хотя он бывал и горько согрешал, очень такие грехи тяжелые делал, но Господь Его любил, потому что Он с искренним сердцем приходил к Нему. Все, что было у Него на сердце, Он крывал пред Богом, так, как оно было. Он не ховал ничего, но Он приходил к Господу с искренним сердцем, и Бог слышал Его. Мы также знаем другой пример, когда другие люди, они прятали что-то от Господа, и потом им было трудно в жизни. Я хотел один пример привести с Писанием. Это был Ироваам. Он ходил неправильно пред Господом, он много дел зла, плохого. Но пришло момент его жизни, когда его сын очень заболел, и он решил предстать пред Богом через жену. Я хотел прочитать это. Третья царствия, 14 глава, 2 стиха. «И сказал Ироваам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Ироваама, и пойди в село, там есть пророк Ахия, он предсказал мне, что я буду царем всего народа. И возьми с собой десять львов и лепешек, и кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком. Жена Ироваама так и сделала, встала, пошла в село и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижными от старости. И сказал Господь, Ахия, вот идет жена Ироваама, спроси тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори ей, она придет переодетая. Ахия услышал шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал, «Войди, жена Ироваама, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник тебе». И потом он говорил, это страшное известие, что у них все погибнут. И знаете, мы видим на этом примере, он такой страшный пример. Но знаете, эта жена Ироваама и Ировам, они жили очень плохо пред Господом. Они неправильно поступали, но пришел момент, когда им было плохо. И они хотели что-то получить от Бога, ответ получить. И они ничего не поменяли в своей жизни, но она пришла переодета, принесла там хлебы, чтобы как-то сделать добро. Но знаете, это ничто не помогло, потому что Бог видел сердце. Он знал, что у них внутри. Они, знаете, Ировам и жена, они не пришли с покаянием, не пришли с искренним сердцем. Но пришли переодетые, пришли, может, чтобы оказаться, что хорошие, чтобы не узнали их, принесли дары. Но знаете, Господь, Он знает, что внутри нас. И знаете, как важно, чтобы мы в нашей жизни, мы всегда жили правильно пред Богом. Чтобы мы не переодевались, когда нам нужен ответ пред Богом или когда мы предстоим пред Богом. Но чтобы мы всегда, всегда на всяком месте ходили правильно пред Богом. Чтобы Господь, Он видел наше искреннее сердце, чтобы мы делали это чистым сердцем, не ради людей, не ради других, но чтобы мы делали ради Господа. Чтобы внутри в нашем была чистота, чтобы у нас внутри была праведность пред Богом. Чтобы когда мы предстоим пред Богом, мы имели дерзновение просить у Него что-то. Чтобы мы имели дерзновение спрашивать у Него. И Господь, Он всегда может отвечать, Он всегда рядом. Но главное, чтобы у нас было это искреннее сердце пред Ним. И как важно в нашей жизни, чтобы мы приходили к Нему с краскаянием. Я думаю, если бы и Равам, и жена, они пришли к Господу, они покаялись. И Господь, Он бы смиловался, потому что Бог и других царей миловал, которые бы отступали. И знаете, в нашей жизни также, может что-то у нас случается. Но главное, чтобы мы делали все от искреннего сердца. Если даже мы неправильно поступили, чтобы мы приходили к Господу с покаянием. Говорили Ему все как есть. И Господь, Он будет слышать и отвечать. И знаете, очень важно также, чтобы мы были искренне открыты пред друг другом. Знаете, в нашей жизни мы часто порой скрываем. Мы порой у людей кажемся, что у нас все хорошо. Но знаете, также мы созданы друг для друга, чтобы помогать друг другу. И как важно, и хорошо, когда мы можем поделиться с кем-то, что мы проходим, чтобы мы могли поддержать других. И, знаю, один такой пример я слышал. Было в Украине, там строили молитвенный дом. И приходило время уже, уже к концу стройки было. И пришло два брата, чтобы помахти. И у них было уже, к концу все и шло. И один брат решил, договорились, один пойдет на щедрак работать, там наверху на крыше. А он будет уже, внизу там были такие скафолдс. Ну, они еще делали там по-украински, поставили такие табуретки и на них доски положили. И он решил, было ему трудно все доски снимать там с второго этажа. Он думает, как это я сам сделаю. Ну, был он еще молодой и решил так сделать. Возьмет кувалду, одну подпорку собьет и все упадет на низ. И он все соберет и так все сложит. И он так взял топор, бил, бил. Потом уже, когда в последний удар ударил, видит, что все рушится и все на него падает. Он быстро начал бежать. Ну, одна упала ему сильно на спину. Ну, он ничего не поломал, но сильно боль у него была. И он так скрутился, на земле лежит, потому что ему сильно было больно. А тот брат, какой был на крыше, услышал такой грохот и спрашивает. Брат, тебе там все хорошо? А он, чтобы, думает, испугается. Наверное, если я там скажу, что плохо, он там на крыше. И хотел не пугать того брата. И он так выпрямился, чтобы голос был получше. И говорит, да-да, все хорошо. Потом обратно взял, лег обратно. И так ему больно-больно. И потом обратно брат его спрашивает. Там все хорошо с тобой? Он обратно встает, говорит, да-да, все, все хорошо. И так он три раза. А потом смотрит он наверх. А там была такая дырка. И брат все смотрит на него, на низ, как он встает, ложится, встает, ложится. И он потом понял, что не надо притворяться. И знаете, в нашей жизни, может, порой так бывает. Может, другие люди со стороны верят. Может, Бог видит наше сердце. И мы порой перед людьми хочем казаться, что все хорошо. Мы так выпрямляемся. Говорим, да, все у нас хорошо в жизни. Все идет хорошо. Мы не хочем ничего говорить. И порой мы проходим трудные времена. Порой нам тяжело. Но мы скрываем от близких, скрываем от друзей. И знаете, порой нам очень тяжело. Нам порой очень трудно пройти что-то. Но мы как-то хочем все наедине сделать. Но знаете, когда мы можем иметь таких друзей, которыми мы можем поделиться, которыми мы можем открыть, которыми мы можем вместе помолиться, мы поддержать других. они могут поддержать нас, то тогда намного легче нам идти, тогда намного легче нам следовать за Господом. И знаете, как важно, чтобы мы имели это открытое сердце, чтобы мы были искренны пред людьми, искренны пред друзьями своими, чтобы мы вместе помогали друг другу. Но знаете, также со нашей стороны очень важно, чтобы мы, тех людей, которые, может, открываются нам, которые, может, что-то поделились с нами, чтобы мы также молились за них, чтобы мы их поддерживали, чтобы мы не говорили другим, но чтобы мы то, что они сказали, чтобы мы это приносили Господу, чтобы мы поддерживали их в молитве. И знаете, тогда, может, люди будут больше искренни, и, может, будут более открыты, когда мы воистину будем им помогать, будем поддерживать их. И как вначале мы читали, то дальше в Евреям 10 глава 24 стих написано, «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». И знаете, как важно, чтобы мы были внимательны друг к другу, чтобы мы, если замечаем людей, которые, может, им тяжело, чтобы мы поговорили с ним, поговорили открыто так, чтобы узнать, что у них в жизни, может, нужно где-то им помочь, нужно где-то поддержать, но чтобы мы были те люди, которые могли это сделать, которые могли их поддержать. И тогда, знаете, в нашей жизни мы, как одна семья, мы будем намного, будет нам легче идти, когда мы будем искренними при друг друге, при друг другом, когда мы будем открыты, и знаете, как важно, чтобы в нашей жизни мы так же, как раньше говорил, чтобы мы были искренны пред нашим Господом, чтобы все, что в нашей жизни есть, чтобы мы все открывали, чтобы мы не таили, чтобы мы не прятали на потом, или как-то прятали от других, от Господа, но чтобы наше сердце, оно всегда было чисто пред Богом. Тогда мы сможем быть открыты пред другими, тогда нам будет легко идти за нашим Господом. И давайте в этой молитве помолимся, чтобы Бог укрепил каждого из нас, чтобы мы пришли к Нему сейчас с искренним сердцем, может, что-то у нас есть на сердце, чтобы мы как-то таим в нашем сердце, можем рассказать нашему Господу. Господь, Он слышит, Он отвечает нам, Он всегда рядом, Он готов нам помочь, и как важно, чтобы мы всегда имели это искреннее сердце пред Господом, а Господь, Он будет с искренним поступать, искренно, Он будет слушать нас, Он будет отвечать нам. Слава Ему за все. Аминь.